В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. 7 миллионов гривен. Такова сумма задолженности перед одесскими оздоровительными центрами за размещение переселенцев из Донецка и Луганской областей. Об этом заявила директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Ирина Маркевич. Постановление к обмина о компенсации средств с санаторием еще не принято, а помощь из областного бюджета законодательством не предусмотрено. С государственного бюджета мы получили только второй транш по Крыму и закрыли оплату по Крыму по 30 июня. Точнее на этой неделе закроем последних 3 миллиона. По Донецку и Луганску еще не было ни одной проплаты с государственного бюджета. В настоящее время помощь переселенцам оказывают представители Международного Красного Креста и другие волонтеры. Они предоставляют продукты, одежду, наборы для гигиены и медикаменты. Городскую программу охраны животного мира и регулирование численности бездомных животных продлят еще на 5 лет. В связи с этим в Одесском горсовете прошел круглый стол с участием общественников и чиновников, которые обсудили, в каких изменениях нуждается программа и осудили массовые отравления уличных собак в Одессе. Александр Полоев далее. В начале работы круглого стола представитель фирмы-арендатора Дюковского сада сделал заявление по поводу сентябрьской массовой травли собак в парке. У нас, у администрации Катюши и у жителей близлежащих районов такого намерения не было, потому что все ходили, кормили их, подкармливали. Люди приезжали с других районов на машинах, привозили им и до сих пор приходят, привозят вот эти косточки им. У кого рука поднялась, сказать тяжело. Тем более, мы не заинтересованы в удалении этих животных по одной простой причине. Они где-то в какой-то степени охраняли эту территорию, будем так говорить. Другие собаки не заходили. Но сейчас, после того, как они были убиты, уже начинают появляться другие собаки на территории парка. Что в голове этих собак, наверное, никто не знает. Затем рассказали о самой программе охраны животных и регулировании их численности. Если по результатам мониторинга в 2007 году на улицах Одессы было около 50 тысяч дворняк, то в 2013 уже 25-30 тысяч. Говоря о реализации программы, обращаемся к жителям с одной просьбой. Если у вас возникают какие-то конфликтные ситуации с теми животными, которые проживают в вашем дворе, либо рядом с местом вашей работы, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу отлова, обращайтесь в наше коммунальное предприятие. Мы принимаем все звонки. Животные, которые не стерилизованы, отлавливаются, проходят процедуру вакцинации, стерилизации и возвращаются в среду обитания. Если складывается какая-то конфликтная ситуация, у нас есть договоренность с немецким приютом о том, что мы оставляем животное в приюте и ждем нового хозяина. Тех животных, которых привозят, не всех выпускают на улицу. Июль месяц у нас забрали 50 животных, август месяц у нас забрали 48 животных, сентябрь месяц у нас забрали 60 животных, новые хозяева. То есть это говорит о том, что эти животные не попали на улицу, а нашли новых хозяев. По словам общественников, программа нужна, но она требует корректировок. Необходимы дополнительные места так называемой передержки, где животных можно содержать, пока не будет возможности их выпустить или отдать хозяевам. Есть вопросы и у активистов, и к правоохранителям. Задача сейчас в том, чтобы убедить, я очень мягко выражаюсь, убедить органы МВД все-таки активно участвовать в процессе расследования убийств и отравления животных. Причем иногда у нас были случаи. По Суворовскому РВД мы приводили за ручку отравительницу. Мы приносили то, чем она травила. В результате почему-то потерялось все то, чем она отравила. Отравительницу в связи с этим невозможно было наказать, ее отпустили. По словам чиновников, программу планируют продлить еще на пять лет, поскольку срок действия нынешний заканчивается в 2015 году. А пока готовы принимать советы и рекомендации от общественников и любителей животных. Александр Полуев, Алексей Чуповский, Седьмой канал. К другим темам. Трое подозреваемых по делу об избиении нардепа Нестра Шуфрича не явились в суд. Об этом сообщила спикер обл. УВД Алла Марченко. По ее словам, если подозреваемые в следующий раз снова не придут в суд, то будут объявлены в розыск. Я напомню, что инцидент произошел 30 сентября, идентифицированной 14 подозреваемых. Что касается инцидента на Куликовом поле 5 октября, то спикер МВД сказала, что звонок, откуда сообщили о заминировании, идентифицирован. Там планировался ряд мероприятий общественных организаций. Однако, следует отметить, что в 11.45 в Приморский райотдел по спецлинии 102 поступила информация о заминировании в районе Куликового поля. Сразу же выехала следственная оперативная группа, которая начала работу. И также была проведена работа по установлению, откуда был получен звонок. Данный звонок, то есть был установлен номер, который принадлежит таксофону, расположенному на привокзальной площади в районе Макдональдса. То есть не так далеко от Куликового поля. Одесская прокуратура проводит проверку аудиозаписи лекции уволенной учительницы 40-й школы. Эту информацию подтвердили в их ведомстве. Прокуратура направила соответствующие документы в СБУ. Кроме данного факта, еще по двум случаям пропаганды сепаратизма проводится проверка. Так, в одной из школ в Коминтерновском районе, по данным пресс-службы прокуратуры, учитель на уроке пел оды Новороссии и террористам. Российский аэрофлот возобновляет полеты в Одессу. С 11 октября возобновляются полеты по маршруту Одесса-Москва. Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта. Ежедневно будет выполняться два рейса. Я напомню, аэрофлот приостановил рейсы в Одесский аэропорт 18 июля на следующий день после падения Боинга, сбитого в небе над Донбассом. Сначала запрет был введен на неделю, а затем несколько раз продлевался. Ну и на этом пока все. До встречи в 6 часов вечера. Не прощаемся.